Девушки отдыхают Всего в нескольких метрах от конюшни Костик проснулся в воскресенье утром Говорит, папа умер Я говорю, ты что так говоришь-то? Ну, я думаю, господи, ребенок что-то такое сболтнул Ну, всякое бывает На следующий день, в понедельник, Лариса вспомнит пророческие слова сына И ее пронзит страшная догадка Маленький Костик каким-то странным и непостижимым образом Почувствовал все, что происходило с Сергеем Сама Анна последний раз говорила с мужем по телефону в воскресенье В 10 часов вечера еще вот он очень бодро со мной разговаривал, очень довольный он был То есть я даже не почувствовала голости, у него усталость Лариса знала, насколько важна была для Сергея победа В тот роковой день, 17 июля, хороший результат показал не только жеребец победит Но и все лошади, которых тренировал Демидов После награждения во время праздничного застолья Один из частных коневладельцев сделает окончательный выбор в пользу талантливого жакея Пообещает купить чистокровного английского скакуна за 2 миллиона долларов Чтобы передать его на воспитание Сергею А для начала вручит ему кожаное седло под будущего жеребца-фаворита И хотя считается, что дарить седло заранее плохая примета Сергей будет счастлив Смею вас уверить, наездник Жокей, тренер Всегда в нашей стране это было очень и уважаемые, и материально обеспеченные люди А во всем мире это и сейчас так Все изменит перестройка Если в советское время лошадейный подром поставляли государственные конезаводы То потом, когда почти все они разорятся Лошади станут собственностью частных заводов и коневладельцев Если раньше это было все в штате ипподрома То сегодня этого в штате ипподрома никого нет Ни конюхов, ни наездников, ни ковали, ни дежурных, никого Я плачу зарплату наезднику, помощнику, конюху, дежурному ночному Я плачу за овес, за сено, за подковы, за гвозди, за все Я вам приведу такой пример Просто чтобы было как аналогия Как вы думаете, сколько на сегодня стоит самая дорогая лошадь в мире? Официально, конечно, это нигде не вслух не говорится Антировочная цена 74 миллиона долларов Одна скаковая лошадь А кто платит, тот и делает ставку на своего фаворита Владелец сам решает, кому из наездников доверить лошадь В любой момент он может ее забрать и передать на воспитание другому тренеру Этой ситуации на ипподроме многие боятся Как правило, коневладельцы часто недовольны Это такие люди, что им тяжело угодить Они считаются все, что их ложь должна выиграть Допустим, если в заезде 10 лошадей, а первое место на одно Его никак на 10 не поделишь Поэтому кто-то выиграет, кто-то проиграет Ну, конечно, он может поменять Это его право, это частная собственность Да, могу поменять, могу взять лошадь, передать другому Так делается И это нормально, потому что не у каждого наездника У наездника не с каждой лошадью, вернее так Будем говорить, существует вот контакт полный Это же живое существо Ты не машину, включил, поехал Вот у одного получается с этой лошади А у другого, ну, никак У Сергея Демидова тоже поначалу не складывались отношения с владельцем лошади Жеребца Брахмана, которого Сергей начинает тренировать У него забирают и передают другому жакею На первых же скачках Брахман рвет связки И тогда его снова возвращают Сергею Он не только ставит жеребца на ноги Но и выигрывает на нем несколько престижных соревнований Он один из тех немногих людей Связанных со скаковым миром Который тщательно занимается ногами И мускулатурой лошади Потому что обычно проскакали, промчали Что-то там лошади повредилось Все про эту лошадь забывают Если лошадь отстоялась, как говорится, восстановилась Тогда она не дальше скачет А если нет, ну, пусть она уходит Мы другую возьмем Если лошадь, бывает, сбивается на голопы Если ее неаккуратно ставить, скажем Ну, как у нас выражается, ломануть Она может себя задней ногой нанести Скажем, по сухожилиям удар А сухожилие это все порвать Сухожилие там, разрубить И это может быть коллегой Сухожилие там, разрубить МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все мы немножко лошади. Каждый из нас по-своему лошадь, часто повторял Сергей Демидов. Обычно его рабочий день начинался ровно в 5 утра, а заканчивался затемно. Он пытался прокормить семью. То есть он хотел, чтобы мы жили небогато, но хотя бы среднее. Поэтому у него была очень большая нагрузка. Для одних ипподром это бега и скачки. Для других игра в тотализатор на деньги. Знатоки уверяют, стоит один раз сделать ставку и выиграть, чтобы игра захватила навсегда. В советское время московский ипподром был овеян реолом страсти, азарта и уголовной романтики. Это место в самом центре Москвы, как только не называли. И дном, и клоакой, и криминальной зоной страны. Говорили, что здесь действуют свои, довольно специфические представления о долге и чести. Я по старости жил в стране, где не было секса. Слово, тотализатор мы смотрели только по Куприну и каким-то подпольным западным изданиям. Мы жили в стерильном обществе в этом плане. Сейчас не выдают другие детали. Единственный, значит, оазис чего-то неслыханного, отдаленно напоминающего нормальное человеческое существование был государственный московский ипподром, где был тотализатор. Конечно же, ипподром в то время был единственным местом игровым, где можно было приложить, так сказать, имеющийся в тебе игровой азарт. Первой жертвой азартной игры в России стал бедный московский студент по кличке Фокбалл. В 1914 году он выиграл полторы тысячи царских рублей и на радостях запил так, что сгорел от водки. Не повезло и двоюродному брату известного купца Савы Мамонтова Валерьяну. Он проиграл на ипподроме большую сумму казенных денег, а потом, как честный человек, застрелился на Ваганьковском кладбище. Сава Мамонтов долги брата заплатил, но в сердцах произнес фразу, известную теперь любому игроку ипподрома. Игра в тотализатор – это страсть для дураков и развлечение для умных. Были образованы, очень много среди них было математиков, заведующих лабораториями всякими, консультовскими бюро, люди с математическим уклоном. Соль их посещения заключалась в том, что в среднем, если разделить их посещение ипподрома по месяцам, то они, благодаря своим знаниям и правильной оценке ситуации, они к своей зарплате имели в среднем еще одну, может быть, полторы или две таких же своих зарплаты. Дата основания московского ипподрома считается 1 августа 1834 года. В этот день на Хадынском поле впервые проводятся испытания рысаков. Лошадей, набегав в столицу, привозят со всех конезаводов России. А их к тому моменту насчитывается уже 1139. Спустя несколько лет Совет Министров Российской империи примет решение о развитии бегового спорта и объявит об открытии первого тотализатора в России. Доход от его работы в первый же год составит 3 миллиона золотых рублей. Высокие суммы призовых сразу привлекут в русскую столицу известных спортсменов Европы и Америки. Московский ипподром назовут лучшей конно-спортивной ареной мира. Ну, представьте себе, на 1914 год большой императорский приз, который сейчас называется приз министра сельского хозяйства в нашей стране, стоил 300 тысяч золотых царских рублей. Это намного больше, чем то, что сейчас является главным призом мира, я имею в виду Дубай World Cup. И даже после революции, уже в советское время, старая русская школа езды будет славиться во всем мире. Русские знают какой-то хитрый секрет и умеют так подойти к лошади, как никто не умеет, напишет французская газета «Фигаро» в 1957 году. Мастер на езде Клеткин, я у него как раз работала, начинала. Он так подготовил лошадь, американскую лошадь, достаточно среднего класса, что в Париже обыграл всех лошадей европейских, причем даже французских, на длинную дистанцию. До этого ни разу ни одна американская лошадь этого сделать не могла. И вы знаете, это настолько произвело сенсацию, что в газетах тогда писали, что спутник запустили в этом году, и Клеткин вывел приз Парижа. В числе завсегдатов и фиподрома было немало известных людей. Захаживал сюда и художественный руководитель Малого театра, народный артист СССР Михаил Иванович Царев. Страсть его к бегам была такова, что он когда-то в молодости сел за букмекерство. Эта страница биографии Царева совершенно исключена из биографии, но я знаю. И был наездник второй категории Царев на ипподроме. А так как Царев Михаил Иванович был царь и бог, так эта шпана, которая не могла даже ему на глаза попасться в Малом театре, когда была проездка, и был записан Царев этот, да, то они кричали, как это принято на ипподроме, говорят, Царев, Царев, сбейся, Царев, Царевская морда, сбейся, пидароли, сбейся, Царев. И он стоял, и над ним кричалось, это вот сбейся, Царев. И не под судно, потому что Царев в это время крутится, понимаешь? Но адрес был двойным. Вот такая была атмосфера на ипподроме. Букмекеры, буки, или как их еще называют, черные жучки, принимают ставки в обход каст-тотализатора. Часть выигрыша получают татошники, игроки ипподрома. Остальные деньги, причем немалые, оседают в карманах жучков. На ипподроме с ними и сейчас пытаются бороться, но безуспешно. Есть только один способ победить жучков. Открыть официальные букмекерские конторы по всей стране и сделать игровой бизнес легальным, как это принято во всем мире. Почему держался ипподром? Почему его не закрыли только из-за Буденного? Потому что он действительно, и говорили, как? И это там, в нашей советской стране, где нету, не знаю, что такое вообще. Это западная страсть, это нажива, это жуть, это антиидеология. Говорят, ну там ложка, где лошади там играть? Говорят, Буденный. Самые большие нападки были в середине 50-х годов, прошлого века. Хрущев такую инициативу проявлял. Но отцу тяжело пришлось, но он все-таки отстоял. Дело все в том, что это как раз было связано с тем, что кавалерию тогда ликвидировали, как рот войск. И после этого посчитали, что ипподром тоже, в общем-то, вроде как-то ни к чему. Маршал Советского Союза Буденный был в это время заместителем министра сельского хозяйства по коневодству и сумел убедить Хрущева, что московский ипподром – это главная база селекции в России и только потом уже место отдыха и развлечения москвичей. Сам Буденный, вопреки слухам, никогда не играл в катализатор. Он приезжал на ипподром полюбоваться скачками, особенно если в них принимали участие лошади его любимой буденовской породы. Однажды Семену Михайловичу так приглянулся жеребец по кличке Софист, что он перевел его в личную конюшню на даче в Баковке и начал заниматься с ним выездкой. Через год Софист занял первое место на соревнованиях в Европе. Это была лошадь, на которой Буденный принимал парады на Красной площади. За несколько дней до смерти Семен Михайлович захотел еще раз увидеться с Софистом. Сделали специально настил деревянный. Софист по этому настилу подошел, к нему голову положил, и он как чувствовал, что они прощаются. Говорит, ну, отец ему говорит, кто кого-то еще переживет. Софист его пережил. Он прожил 33 года. Я говорю, отец умер за два года до этого. 60-е и 70-е стали годами расцвета московского ипподрома. В дни скачек здесь собиралось до 20 тысяч человек. Доход от тотализатора шел на содержание театров, большого и малого. Однажды ипподром посетил Леонид Ильич Брежнев. Первый раз в жизни он попробовал сделать ставку в тотализатор и сразу выиграл несколько рублей. Радости генсека не было предела. Он вообще был азартным человеком. В то время на ипподроме играли все. Но большинство играли и проигрывали. Иногда последние деньги. Известный на всю страну артист Леонид Кмит, Петька из кинофильма «Чапаев», просаживал на ипподроме все свои гонорары и умолял первого встречного скинуться по 30 копеек, чтобы сыграть с ним в пополаме, то есть сделать одну ставку на двоих. Бухгалтеры были, которые проигрывали зарплату, которую они должны были выдать на следующий день. И вы знаете, что туалетные комнаты, все кабинки на ипподроме, во всяком случае для мужчин, они не запирались. Это было правило. Нельзя было запирать изнутри кабинки туалетные. Да, потому что там были случаи самоубийства. Ну, а что делать? Все, он понимает, что завтра он проиграл сегодня суммарно зарплату своего завода, которую он должен завтра выплатить. Что делать? Ну, как говорят, как честный человек, он вынужден был уйти и жить. Не меньшие страсти кипят и по другую сторону бегового круга, где доли секунды отделяют удачливого спортсмена от неудачника, где жизнь измеряется количеством полученных премий и спортивных званий. Не всем наездникам удалось выдержать испытания славы. Стрессы, постоянные нагрузки нередко приводят к тому, что многие начинают спиваться. К тому же, когда в честь победителей устраиваются шумные банкеты, а рядом находятся красивые девушки, трудно не поддаться искушению. Для наездника и жакея это самый короткий путь лишиться не только формы, но и профессии. У них жизнь, в общем-то, такая, как говорится, бурная. Постоянный стресс, постоянные скачки, выступления, разъезды. В общем-то, некоторые, как говорится, гасят свой стресс, вот это вот, ну, выпивают. Есть знаменитые жакеи, которые, откровенно говоря, пьют. Вот, другие как-то по-другому, может, стресс снимают. К серьезным последствиям мог привести и сговор, в который, вопреки всем запретам, пытались вступить игроки и люди со двора. Двор, территория, где находятся конюшни, всегда был отделен от остального ипподрома условной границей. Во время соревнований ее строго запрещалось пересекать игрокам, получать от наездников информацию о состоянии лошадей. А дворовым людям, наездникам и жакеям, в свою очередь, запрещалось делать ставки и играть в тотализатор. Они даже давали подписку о неразглашении шансов на выигрыш и о том, что не будут устраивать сделанных заездов, то есть намеренно придерживать лошадь во время соревнований. Но и эти строгие правила нередко нарушались. И очень обидно, когда лошадь проиграть не может, она ездит, ее придерживает, не едет на выигрыш. Это очень обидно. Тогда крикнешь ему, что жулик. Один-два таких обмана, и можно было где-нибудь за городом, в одной из каких-то канав придорожных, в Квете, увидеть человека с проломленным черепом и выяснялось, что это наездник. В 92-м при невыясненных обстоятельствах покончил жизнь самоубийством известный наездник Александр Попов по кличке Цыган. Анатолия Крейдина, молодого талантливого бригадира и мастера наездника высшего конного пилотажа обнаружили повешенным в собственном кабинете. Несколько лет назад ипподром потрясла история трагической смерти мастера-наездника Александра Хирги. Во время забега его лошадь финишировала первой, а потом сама пришла в конюшню. И только когда ее стали распрягать, заметили, что наездник в качалке не подает признаков жизни. Как оказалось, у Александра Хирги просто не выдержало сердце. И вот недавний случай с Сергеем Демидовым. Как уверяют психологи, профессия наездника по степени риска и нагрузкам стоит на втором месте после работы альпиниста. В момент скачек, когда ветер свистит в ушах и кровь приливает к вискам, у спортсменов учащается пульс, резко подскакивает давление. Не такое это простое дело управлять лошадиной силой весом в полторы тонны на скорости 80 километров в час. Особенно, когда в затылок дышат соперники. Конечно, каждый хочет выиграть. Но у нас есть правила, которые, допустим, нарушать нельзя. Потому что у нас, ну, если, скажем, там, по-простому один наездник нахамит другому, то у нас же бега, как говорят, не последний день. В следующий раз тот может тому. То есть, конечно, так, в принципе-то, не хамим. Стараемся не хамить. То, что прежде называлось здоровой спортивной борьбой, теперь носит оттенок нездорового соперничества. Накануне столько призовые ставки, суммы которых сами по себе не так уж значительны, сколько право обладать лошадью и доверием хозяина. За это теперь сражаются наездники. Неприятные особенности этого соперничества Сергею Демидову пришлось испытать на себе. Ну, наверное, завистники были, потому что, когда человек впереди скачет, кто-то ему завидует, ах, он мне помешал, хотя там потом показывают ему видеозаписи и спрашивают, ну, и где он тебе мешал. Такое было несколько раз. На ипподроме проводятся два вида соревнований – бега и скачки. На бегах лошадь впряжена в легкую коляску или качалку, как говорят профессионалы. Наездник сидит в ней, упираясь ногами в стремена, укрепленные на дышлах. Во время скачек жакей сидит верхом на лошади. И бега, и скачки длятся всего несколько минут. Это время, когда разыгрываются большие призы и кипят большие страсти. Наездник сейчас не работает, Моисеев такой был. Он, так сказать, поставил мне колесо и пытался все время теснить меня влево. А я ехал по бровке, и у нас желоб, ну, что для сточных, вот. Я в этот желоб заехал, он меня все теснил, 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 теснил. Но я не выдержал и ударил его хлыстом. Пусть меня за это накажут, но я не оставлю безнаказан такой, допустим, хамский поступок. Держать в руках себя и лошадь не всегда получается. При этом совсем не обязательно вставлять палки в колеса бегущему рядом противнику. Есть много способов не дать ему выиграть. Например, взять его в коробочку. Это значит, когда впереди идущая лошадь, скажем так, а соперник сидит у нее за ней, в спине, вот так вот. А ты ее прикрыл, и все, и так вот можно привести до самого финиша. Ему вывернуть некуда будет. Или брать на себя, он теряет, значит, драгоценные секунды. А вывернуть вправо нет, слева тоже нельзя. Называется привести в коробочку. Лошадь доверчивая животное и плохо разбирается в жестоких человеческих играх. Ее отношения с наездником, вопреки расхожему мнению, строятся не на страхе, а на взаимном уважении и доверии. Не только жакей воспитывает и объезжает лошадь, она сама учит наездника. Это очень хорошо понимал мастер международного класса Сергей Демидов, который побеждал во многих престижных скачках. Ни одна из его наград и значков розеток не была завоевана ценой страдания лошади. Он ни разу не получил замечание за неумеренное пользование хлыстом. Он никогда лишнего с лошадей не спрашивал. Его даже другие тренера приглашали выступать на своих лошадях, которые очень норовистые, очень горячие, с которыми трудно сладить только из-за того, что они выплескивают все где-то в начале дистанции, и потом их на все не хватает. У Сергея Брахман, вот этот знаменитый, точно такой же. То есть, если его даже тронуть хлыстом, он остановится, он обидится. Я бегу, я стараюсь, а вы тут деретесь. Некоторые лошади есть, допустим, которых хлыстом ударишь, там раз, другой, она может тебе в ответ ударить задом. И были такие лошади, которые, допустим, после этого уже только начинаешь хлыстом, она сразу начинает отбивать задом, обороняться. Привет, мой зайчик. Привет, моя хорошая девочка моя. Ну, иди скорее. Ну, это моя хорошая. Это моя золотая. С кобылами вообще нельзя грубить. Они, так же, как женщина, ну, в общем, все очень болезненно воспринимают. Иронима в своих вообще каких-нибудь поступках стоит один раз ошибиться. И если еще эта ошибка подтвердится, то вырабатывается рефлекс, и он становится стойким, и практически это потом в процессе тренинга будет очень тяжело избежать. У нас был такой случай из спортивной практики, когда мужчина, заслуженный всадник, пытался очень, очень интересную со спортивной точки зрения лошадь подчинить себе, но не путем каких-то компромиссов и профессиональных, возможно, хитростей, а путем такой грубой физической силы. У меня было такое ощущение, как будто лошадь решила уйти из этой жизни. Она перестала радоваться, перестала общаться с людьми. Конь просто от нас закрылся, от всех. То есть он сказал, если вы все можете на это смотреть, то я перестаю общаться со всеми с вами. И только уже другая девочка, всадница, отогрела коня своей душевной теплотой, своим отношением. Они часами просто общались, они гуляли по манежу, они играли. Это было очень трогательно, и вот только вот через несколько месяцев лошадь стала адекватна, он стал целоваться, он стал лазить по карманам, искать сахар. Ну, просто у коня заблестили глаза, он вернулся в жизнь. На ипподроме говорят, любовь к лошади – это как любовь к женщине, только в несколько раз сильнее. Какой же должна быть любовь женщины к лошади, чтобы работать на ипподроме наравне с мужчинами? Вот это самый простой вопрос и прямой. Работать трудно, конечно. Вот особенно те женщины, которые еще умудряются и детей при этом воспитывать, это вообще героини. У нас ведь конюхов мужчин нет, у нас одни женщины. Они трудятся, несмотря ни на что, они не бросят лошадь. Поэтому я думаю, что женское дело не пропадет никогда. Также самоотверженно должен трудиться над собой жокей. Его вес вместе с седлом, одеждой и сапогами не может превышать 52 килограммов. Для многих наездников, особенно с возрастом, лишний вес становится серьезной проблемой. Кто-то принимает специальные таблетки, а кто-то усердно худеет в бане под парами шампанского. Опытные наездники знают, что этот шепучий напиток действует понадежнее любого мочегонного, хотя и влияет на сердце. Сергей Демидов в баню ходил, но от радикальных мер похудения все же воздерживался. Родились многие жаки, в которые не сгонял вес, только из-за того, что тонкие кости, тонкие легкие кости. Тот день, когда скачки выиграл Сергей Демидов, был самым обычным воскресным днем, когда на ипподроме проводятся соревнования. И даже сумма выигрыша, которую получил Сергей, не была столь уж значительной – всего несколько тысяч рублей. Но победа именно в этот день могла изменить всю будущую жизнь Сергея. Он начал готовиться к престижным международным соревнованиям. Перед ним открывался целый мир возможностей. Сергей был на подъеме, но не на таком, что там что-то такое выиграл, что у него жуткий приз дорогой или что-то такое. У него просто был удачный день с тем, что открылись перспективы. А в понедельник утром Ларисе позвонили и сообщили, что Сергея не стало. В газетах написали о внезапной смерти Жакея. По одной из версий, сердце Сергея Демидова не выдержало радости победы. Во время застолья, после удачных скачек, всего несколько бокалов шампанского сыграли фатальную роль в судьбе спортсмена. Он умер от остановки сердца. Человек, он был не пьющий, в этот день не пил. Люди пили, которые находились, которые отмечали победу Лошади, но если можно назвать, пили две бутылки шампанского на семь человек, потому что он работал с девушками, и коллектив-то не пьющий. Появились и другие версии, о которых на ипподроме просто не решались говорить вслух. Отравили, что-то подсыпали в шампанское. Похожий случай лег в основу повести Дика Франсиса, американского писателя и в прошлом жокея «Смерть на ипподроме». В ней рассказывалось о трагической смерти известного наездника и его знаменитого жеребца. Был такой, рожденный в Новой Зеландии, потом в Австралии, эта лошадь выступала, был такой удивительный жеребец Фарлэп, австралийский, который выигрывал все, что только можно было выиграть в мире. Значит, его отравили в Соединенных Штатах, потом в непределенных ситуациях погиб конь. Но, да, за этим стояли определенные деньги. Что стояло за смертью Сергея Демидова? Возможно, деньги, страсть и нездоровый азарт. Возможно, зависть. Обычная человеческая зависть, которая всегда присутствует там, где одному удается обойти многих. Личный успех особенно больно цепляет самолюбие коллег, не готовых спокойно пережить чужую радость. С момента счастливого финиша и застолья, во время которого чествовали Сергея, прошло несколько часов. Как он провел последние полтора часа до смерти, с кем встречался, о чем говорил и, может быть, спорил, до сих пор неизвестно. Но именно в эти роковые полтора часа, по мнению жены Сергея Демидова Ларисы, могло произойти то, что впоследствии привело к трагедии. Те же деньги, страсть и азарт были определяющими и для тех, кто приходил на ипподром в советское время. Билеты на трибуны в то время стоили 20, 40 и 80 копеек. Минимальная ставка в тотализатор равнялась одному рублю. Сумма самого большого выигрыша в начале 70-х составила 34 тысячи рублей. Столько стоили в то время три машины «Волга ГАЗ-20». Конечно, унести такие деньги в кармане было непросто. Обычно выплачивали или с милиционером подходил к кассе человек, с милиционером, и тот его провожал на выход, в такси или куда-нибудь такое, и все, и уезжал. Или ему выплачивали в центральной кассе. Был свой шанс унести деньги с ипподрома в чемодане у известных игроков Александра Ширвинта и Аркадия Арканова. Однажды они поставили вдвоем на темную лошадку, или, как еще говорят, неходягу по кличке Правдивая, которая до этого никогда не приходила к финишу первой. О том, что произошло дальше, у каждого есть своя версия. Правдивая бежала под номером 7. Это я никогда не забуду. В следующем заезде мы выбираем номер третий и, по-моему, номер девятый. Ну и таким образом 6 рублей раскидано. Три, два. Мы, я даю, повторяю это, я даю Ширвинту наши деньги, и говорю, Шура, иди и ставь в кассу, так, как мы договорились. Значит, версия моя, что мы договорились, Аркан берет эти два рубля и идет ставить. И ставить два пять, и не два семь, а два три, потому что там тоже лошадь подозрительная, но есть шансы. И случилось невероятное. В жесточайшей борьбе правдивая обошла двух фаворитов. Этого на ипподроме никто не ожидал. А Ширвин с Аркановым решили, что выигрыш уже лежит у них в кармане. Увы, оказалось, что друзья договорились об одной комбинации, а в кассе поставили на другую. В результате сумма выигрыша, а точнее проигрыша, составила 26 тысяч рублей. Мы в жутком совершенно шоке выходим. Шура говорит, тебя довезти. Он тогда на Победе ездил, он на своей. Я говорю, нет, езжай, все, из-за тебя проиграли. Он уехал, я пошел сам домой, доехал на троллейбусе. И мы с ним, и у нас с ним натянулись взаимоотношения. И мы не разговаривали полгода. Через полгода по Москве пошли слухи, «Какая сволочь и говно этот Ширвен, Тарканов, Раскады». А другая часть интеллигенции говорит, «Какая сволочь и говно этот Тарканов. Прошло много времени, мы, значит, опять подружились». С тех пор в жизни ипподрома и его обитателей многое изменилось. Тотализатор работает, как и прежний. Но публика уже не та. И деньги дали. Играть сюда в основном приходят завсегдатые, пожилые пенсионеры. Приносят с собой выпивку, закуску. И здесь же все это употребляют. От того времени, когда они сами были молодыми, когда мечтали взять реванш не только в игре, но и в жизни, остались только воспоминания. Они до сих пор живут ими. И неохотно пускают в свой довольно замкнутый мир посторонних. Именно поэтому съемки на ипподроме приходится делать скрытой камерой. Мы последние старики, понимаете, что идем, а молодежь сюда не идет. Молодежь играть практически сюда уже не идет. А что она пойдет сюда играть? Она пойдет в фотофизатор играть, в спортивной, понимаете. Там большие деньги можно, понимаете. А мы здесь уже тысячи лет, понимаешь, будем и все. И понимаешь, что много не выиграли. Здесь уже все известно. Да как играть? Это преградение. Это мы не можем играть. Кстати, в мире, где ипподромный бизнес развит довольно широко, довольно большие суммы идут именно на развитие отрасли и на помощь в этом. А непосредственно основная задача ипподрома, конечно, это селекционная работа. И ипподром для отрасли, для конозаводства России, это, ну как, ну как бы иконур для космонавтики, наверное. А средства нужны большие. В государстве средств таких нет. Значит, нужно открыть все-таки людям, способным инвестировать и желающим инвестировать в это дело деньги. Пока эта дорога закрыта. Ну, я, я, у меня нет сомнений, что она откроется. Это вопрос времени. Во всем мире конный спорт считается спортом королев. В 2003 году, как бы в подтверждение этого, московский ипподром посетила английская королева. Она сделала почетный круг и даже махнула публике монаршей ручкой. На этом сходство нашего ипподрома с зарубежными заканчивается. Хотя московский ипподром тоже время от времени посещают дамы в шляпах и мужчины в строгих костюмах. Да, приходили дамы в шляпах, да, приходили мужчины, прекрасно одетые, да, была игра, да, стояли столы. Но это один или два раза в год. И это все только еще больше подчеркивало вот ту убожество, ту вот всю вот нищету, вот ту, в которой вот сегодня находится вот ипподромное дело. Жизнь, смерть и любовь на ипподроме всегда ходят рядом. Здесь работают, влюбляются, женятся, рожают детей, которых тоже приводят на ипподром. В мире так принято, это не только в нашей стране, не только на московском ипподроме. Вот эта клановость, такая наследственность в конных делах, она прослеживается везде. Вот, например, скажем моему отцу 83 года. И поверьте мне, что если бы у него было малейшее желание сидеть там дома, на даче и писать мемуары, или там заниматься грядками, у него есть такая возможность. Когда если я дома, я не знаю, куда себя девать. А сегодня вот я сел, поехал, и я себя чувствовал просто отлично. Считается, что нет для жокея или наездника лучшего финала, чем умереть на ипподроме. Многие приходят сюда мальчишками, а остаются на всю жизнь. До глубокой старости, до самого конца. Когда Сергея Демидова нашли в машине, он выглядел мирно спящим. Кроссовки были сняты, он лежал на заднем сидении. Было ощущение, что он то ли почувствовал себя плохо и прилег, то ли на самом деле устал и решил немного отдохнуть перед дорогой домой. И не проснулся. В заключении о смерти было написано. Что в крови ни капли алкоголя, никаких наркотических, ничего. Никогда у него с этим не было никаких проблем. Вот. И кровоизлияние в Москве. Коневладелец, потрясенный смертью жокея, расторг контракт на покупку лошади. Седло, подаренное им спортсмену, действительно не принесло удачи и загадочным образом исчезло. В истории внезапного ухода Сергея Демидова было вообще много мистического и странного. Любимые жеребцы Брахман и Гравилат затасковали и ненадолго пережили своего хозяина. Их не стало через несколько месяцев. Сын Костик долго не мог прийти в себя после смерти отца. Не верил, что тот мог так просто уйти и оставить их одних с мамой. Все время просил отвезти его на конюшню, словно пытался найти там отца, который увлекся тренировкой, и забыл, что его ждут дома. Он очень любил сына, очень любил. Он всегда расстраивался, что Макс с ним может общаться, потому что из-за такой работы. Потому что он домой приезжал, то есть они друг от друга не отходили. Теперь почти каждое воскресенье Лариса приходит на бывшую конюшню Сергея вместе с сыном. Костик не отходит от лошадей. Как знать, может быть, однажды именно он, Константин Демидов, выиграет не только скачки на приз жокея Сергея Демидова, но и возьмет приз дерби на самых главных международных соревнованиях по скачкам, в которых мечтал принять участие его отец. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok